Юрий Белоус, адвокат, который занимается сбором доказательств военных преступлений Российской Федерации против Украины. С нами на связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, добрый. Вот мы сейчас говорим, услышали о том, как говорят об уважении к праву. Мы прекрасно понимаем, что Россия это право международное не уважает и всячески старается выйти из всех международных организаций, чтобы еще больше показать свое отношение к международному праву. И мы говорим о тысячах, десятках тысяч зафиксированных, 40, я не знаю, на данный момент вы сейчас скажете, какая точная сумма, наверняка она есть точная, но это не окончательная сумма преступлений российских военных на территории Украины. Так как же вы видите этот справедливый суд? Это все-таки больше символичный момент, когда ответит верхушка и ключевые люди, которые отдавали приказы. Либо вы видите действительно возможность благодаря международному суду, благодаря всем доказательствам собранным, что каждый, кто так или иначе причинил горе украинским семьям, сядет на скамью подсудимых? Первый момент это больше 70 тысяч зарегистрированных военных преступлений. Больше 70. То есть там уже 40, это было давным-давно, это все перевалило. Что касается, сядут ли все, что касается символического момента, конечно, мы все в Украине понимаем и хотим, что на скамье подсудимых должны оказаться самые высшие должностные лица Российской Федерации. Это и президенты, и министр обороны, и начальники генштаба, и начальники вот этой спецвоенной операции, войны против нашей страны, и те люди, которые сидели в совбезе, в Совете Федерации, вот эти все люди, мы понимаем, что, возможно, все они не сядут, да, у человека век короткий все-таки, и всякие ситуации бывают и будут наверняка происходить. В России у них друг с другом не все могут дожить до скамьи подсудимых, там, международного трибунала за агрессию, или же международного уголовного суда в ГАГе. Но мы хотели бы, конечно, все увидеть их там. А что касается тех солдат, которые совершали преступления на территории нашей страны, тоже, опять же, такие, конечно, очень многие из них уже никогда не вернутся на территорию России, они никогда вообще не покинут территорию нашей страны ввиду понятных причин, ввиду работы нашей армии. Я уверен, что большое количество российских солдат просто там, на территории их страны, сопьется и будет влачить жалкое существование в пределах какого-то региона, и, возможно, таким образом им удастся именно избежать его намеча правосудия, или международного, или украинского. Но большая часть людей, которые россиян, российских солдат, которые совершали в нашей стране военные преступления, она имеет все шансы попасть на скамью подсудимых или в Украине, или в самых разных государствах по механизму универсальной юрисдикции. Да, я напомню, что этот механизм означает, что преступники, которые совершили международные преступления, а это военные преступления, геноцид, преступления против человечности, агрессия, преступления против мира, как его назвали на Нюрнбергском трибунале, они ни в какой стране не могут находить тихую гавань, то есть где-то спрятаться, избежать правосудия в Украине, или, возможно, после смены режима в России, в любой другой стране мира им не удастся. И, конечно же, это международный уголовный суд, который находится в ГАГе, который работал, работает и будет. Работать для которой, собственно, и создали для того, чтобы он постоянно, как вот обычно действующий суд, работал, садил на скамью подсудимых за самые серьезные преступления, самых серьезных руководителей во всех государствах. То есть вариантов для того, чтобы российские военные преступники сели на скамью подсудимых, их несколько, это и Украина, это, кстати, важно понимать, это и Россия в случае изменения политического режима, и такое возможно. И у них, в том числе в стране, есть и статья за военные преступления, и за преступления агрессии. И, конечно, ввиду того, что военные преступления – это международные преступления, которые касаются всех государств мира, которые посягают на базовые ценности человечества, и которые не имеют срока давности, это позволяет ловить военных преступников, ловить россиян на территории самых разных государств в самое разное время и сажать их, и наказывать их за военные преступления, которые они совершили в Украине. Даже несмотря на то, что, допустим, человек, если его поймают в Бельгии, давайте возьмем, в Швеции, он не имеет никакого отношения к Швеции, к шведской территории, к шведским гражданам, и преступления там он не совершал, но его можно судить будет за военные преступления в Украине. И то, что мы услышали перед моим включением, это вот Бучанская декларация, это поддержка международных партнеров, она нам нужна сегодня для того, чтобы, а, вот эти механизмы универсальной юрисдикции, когда россиян будут ловить в любой другой стране мира и сажать их на скамью подсудимых, или передавать нам для осуждения здесь, чего мы, конечно, очень бы хотели наверняка. Вот эта поддержка нам нужна в этой работе, чтобы их ловили и садили. Нам нужна поддержка специального трибунала создания за преступление агрессии. Это поддержка и политическая, и дипломатическая, и юридическая, и, конечно же, финансовая. Нам нужна поддержка всех государств-участников римского статута, Международного уголовного суда для того, чтобы Путина, и явно этот ордер, кстати, будет еще дополнен другими фамилиями, другими преступлениями, так вот, чтобы тех лиц, которые в этом ордере окажутся, кроме Путина и кроме Марии Львовой, чтобы их во всех государствах, 123 участников римского статута, ловили и тоже садили на скамью подсудимых. И, кстати, Международный уголовный суд, вот этот ордер на арест Путина, да, мы все говорим, все 123 участника должны его арестовать и отправить, а, мол, все остальные страны, вот туда он может там ездить куда-то в условную Беларусь или Казахстан. Нет, Международный уголовный суд может подписать с самыми разными государствами новые договоры, новые соглашения именно о конкретном сотрудничестве в рамках, допустим, ареста. То есть, вот эта поддержка международная нам нужна и по спецтрибуналу, и по Международному уголовному суду в ГАГе, и по насыщению, и по усилению нашей способности внутренней для судей, для прокуроров, для следователей расследовать военные преступления. И, конечно, очень важно для жертв военных преступлений, помимо справедливости, помимо наказания, это, конечно же, возмещение и морального, и материального вреда. Поэтому их поддержка политическая важна для того, чтобы в том числе и забрать деньги Российской Федерации, деньги Центробанка России, которые находятся на счетах самых разных государств. Да. Юрий, вот как раз сказали про наказание. Вот я сейчас думала, как же правильно этот вопрос задать. Вы тут вспомнили про тихую гавань, в которую не возвращается. Но на самом деле про верхушку понятно. Имеешь, что терять. Не зря же сколачивались миллиарды и вывозились из страны, либо цементировались там, на территории Российской Федерации, чтобы было что терять. А вот что касается, вы говорите, что и мелких, кто смог как-то все-таки выехать с территории Украины, я не знаю, на своих ногах или на остатках ног и так далее. Да. Вот когда вы говорите про тихую гавань, мы же прекрасно знаем и понимаем, что большинство из них не от лучшей жизни пошли воевать в Украину. Их либо спровоцировали, одурманили, пообещали и так далее. Вы эти факты тоже хорошо знаете. Поэтому у меня такой вопрос, скорее вопрос гуманности, морали, человечности и так далее. Международные суды и деньги налогоплательщиков, которые будут содержать потом их в тюрьмах. Наши суды и деньги налогоплательщиков, пострадавших, которые будут содержать их в тюрьмах. А как вообще процесс наказания за военные преступления в современном мире должен выглядеть, учитывая тот уровень ущерба и тот уровень боли, которые принесли эти люди? Ну так, чтобы это было и в рамках гуманности, и морали, человечности, но и в то же время с каким-то эффектом, эффективностью. Это вы хорошо сказали насчет эффекта. Ну, вешать не будем. Ну, если об этом речь, да, то никто не будет их вешать. Это вопрос гуманности. И мы себе этого не простим, и любые правозащитники нам всем этого тоже не простят. Мы не то государство. Как это будет происходить? Судебный процесс. Да, адвокат. Да, защита. Хотим мы того или нет, это важно, это нужно. И, кстати, в тему Бучанской декларации, в тему годовщины освобождения Бучи, Эрпеняга, Стомеля и вообще нашей Киевской области здесь, это сегодня я занимаюсь одним из дел по убийству в Буче гражданского человека абсолютно беспричинному. Вот на днях дело будет направлено в суд. Разыскали и нашли того человека, который это совершил. И с той стороны будет защита. И, вы знаете, я этому очень рад. Я буду в этом процессе представлять потерпевших. И, несмотря ни на что, защита у подсудимых должна быть. Процессы должны быть справедливыми, процессы должны быть состязательными, и приговоры должны быть обоснованными. И приговоры – это, опять же таки, не смерть через повешение, это реальные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. У нас в стране за военное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Поэтому, если доказали, если это связано с убийством, вполне спокойно российский солдат получит в Украине пожизненное заключение. И дальше там будет разбираться, куда его или передавать к кому-то судить, или он здесь до конца своих дней будет находиться. В ГААГе тоже Международный уголовный суд. Это тоже максимальное пожизненное. Там, если считать по срокам, ну, и исчислять, если по цифрам, то это 30 лет лишения свободы. Вот поэтому судебный процесс нужен, защита нужна. И, поверьте, мы в состоянии в Украине наказать их честно, справедливо и на основании такого всестороннего судебного процесса. Это возможно сделать. У нас большое количество людей в этом направлении работает. Мы растем. Мы становимся профессиональнее в этой сфере все. Потому что мы все, по сути, здесь оказались новичками в начале 2022 года. Вот поэтому эта процедура будет происходить так. Судебный процесс. А все то, что остается на поле боя, это поле боя, это война. Они совершили незаконное применение силы. Они агрессивно вторглись. Вопиющее нарушение устава ООН. Почему мы получаем в том числе такую колоссальную поддержку и военную, дипломатическую, политическую. И на уровне ООН в марте 2022 года 140 или 141 государство осудило российскую агрессию. Вот там на поле боя они получат свое. А те, кто уже доживут до скамьи подсудимых, до следствия, до суда, судебный процесс. Юрий, смотрите, возвращаясь к истории об этом ордере, на арест Путина, а также вот этой, которая отвечает, я по-другому не могу сказать, этого человека, этой женщины, которая отвечает за якобы соблюдение прав детей. Да, вот, но не важно, не важно. Да, вот, если возвращаться к этой истории. Скажите, вот, что показывает практика? Потому что, когда вот был выдан ордер, да, вот многие сказали, вот это, конечно, шаг колоссальный. Колоссальный шаг со стороны Международного уголовного суда. Но потом мы увидели разные заявления, будь то там от Южноафриканской республики, или там из Венгрии, которые озвучали так, что вот мы или возьмем, примем во внимание, да, этот ордер и будем сами смотреть. Так, расплывчато так, да, вот, прозвучало. И до официальной позиции, да, определенных функционеров венгерской политики о том, что если Путин и приедет к нам с визитом, то мы ничего по этому поводу делать не будем, и ни о каком аресте речи там не может идти. Да, вот, а скажите, что-то предполагается тем странам, которые, ну, признают юрисдикцию МУС, да, вот этот ордер, римский статут и так далее. Вот можно на них как-то повлиять в этом плане? Однозначно, на те страны, которые участники римского статута. То есть, мы говорим, те, кто поддерживает работу Международного уголовного суда в ГААГе, конечно, на них не просто можно влиять, на них нужно влиять, и на них будут влиять. Просто важно понимать, да, у нас, вот, я бы призвал к тому, чтобы мы не смотрели на это так, знаете, с такой большой долей скепсиса, вот, потому что какой-то венгер там из офиса премьер-министра что-то там сказал, и якобы это все, это не будет работать ордер на арест Путина. И в ЮАР там они начали тоже какие-то разговоры. Этот ордер вот на арест Путина, да, это беспрецедентно. Это на самом деле, знаете, Международный уголовный суд, он пошел ва-банк. Он пошел на самый верх, это можно только приветствовать. Это говорит как раз о серьезности намерений Международного уголовного суда и о серьезности доказательств, с которыми они работают. И это говорит о том, что и мы здесь все внутри хорошо работаем, и наша СБУ, и наша прокуратура, кстати, это очень немаловажно сказать. И этот ордер, он сам по себе не живет, да. Это рядом и политика, и дипломатия, и самое разное влияние этого ордера тоже есть. То есть он не находится узко в юридической плоскости. Да, вот есть ордер, его нужно арестовать, доставить и дальше расследовать и судить президента Путина и эту женщину, как мы с вами ее назвали, Марию Львову Белову. Да, но там вокруг него тоже будет точиться самая разная работа и политическая, и дипломатическая вокруг этого ордера на арест. И это очевидно, это объективно. Поэтому я бы сказал, что не нужно так прям очень так ранимо смотреть на все эти заявления, потому что они есть, они будут и будут продолжаться, потому что такого прецедента в истории еще не было, когда ордер выдан на действующего, подчеркиваю, главу государства, члена, постоянного члена Совета Безопасности ООН. И поэтому всякие заявления политические, направленные на свои уши, можно так сказать, они в части этого ордера делаются и будут делаться. И это нормально, но несмотря ни на что и в Венгрии, и ЮАР обязаны арестовать президента Путина. И, кстати, в ЮАР уже была ситуация с Амаром Аль-Баширом в 2015 году. Там по нему длинная эпопея, там длиной в 10 лет была по его ордеру, а то можно ли иммунитет, действующий глава государства, иммунитет, международный суд. Они его не арестовали, но там была смешная ситуация, он с военного аэродрома улетел, суд в это время принял решение в ЮАР, что да, его нужно арестовать. И еще один суд это подтвердил под Верховного суда. И сегодня, кстати, бывший судья Конституционного суда, по-моему, Конституционного суда, или он по международным трибуналам работал, он говорит, что нам в ЮАР вообще лучше сюда не приглашать, потому что мы обязаны его арестовать. Это заявление мы не услышали, да, во всеуслышание, а услышали, что кто-то... Юрий, знаете, как говорится в разных историях, нам нужно, а тем более вам, как юристу, как адвокату, точно нужно знать и нужно уметь как работать с возражениями. И вот мы этим с вами и занимаемся. Спасибо вам большое за разговор. Юлий Белоус, адвокат, занимается сбором доказательств военных преступлений Российской Федерации против Украины.